Шалом! Кто такой Рамбам? Его имя Маймонид. Маше бен Маймон. Называемый Моисеем Маймонид, который жил в 12 веке. Родился он в Кордове, в Испании и известный также в арабской литературе. Очень длинное имя у него. Абу Имран, Муса, Ибн Маймон, Ибн Абд Аллах, Аль-Куртуби, Аль-Яхуди. О чем я хочу поговорить? У него есть 13 принципов иудаизма. Если у нас по традиции 13 число, число 13 как бы проклятое число, то у евреев, оказывается, это для него Это тоже как бы благословенное число Бога. Интересное отношение к жизни. Слава Богу! Вы знаете, у Бога ничего нет такого запретного, но для меня 13 до сих пор открывалась печально. Этот человек дал миру 13 принципов иудаизма. Я их перечитала и Вот это не коротко описано, в принципе. Есть длиннее. Вот, но... Сейчас мы прочитаем 13 принципов иудаизма. Значит, он был... Эти принципы, основные постулаты были написаны в предисловии главе Хилек трактата Санхедрин в его комментариях к Мишне. Что такое Мишне? Это дренеюрейский религиозно-юридический сборник. Древнейший после Библии сборник законов. Первый письменный текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписания артодоксального иудаизма. Читаю. Первое. Я верю полной веры, что Творец, чье имя благословенно, творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, создаёт и будет создавать всё существующее. Второе. Я верю полной веры, что Творец, чье имя благословенно, единственен, и нет нигде единственности, подобной Его, и только Он один, наш Бог, был, есть и будет. Третье. Я верю полной веры, что Творец, чье имя благословенно, бестелесен, и к Нему не относится к свойству материи, и нет у Него никакого образа. Четыре. Я верю полной веры, что Творец, чье имя благословенно, Он первый и Он последний. Отступимся. Это слово повторяется в откровении у христиан. Я первый и последний. Аллилуйя. И это, тринадцатые принципы иудаизма, были написаны в двенадцатом веке Рамбаном. Четыре. Пятое. Я верю полной веры, что Творцу, чье имя благословенно, и только Ему надо молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него. Аллилуйя. Ну что, христиане православные, кому мы молимся, кому воздаем славу? Святым Николаем. Дошли на Дина Мороза, да? Теперь дети просят. Ну, играться Бог не запрещал. Пожалуйста, моляйтесь, как дети, но не учите. Пожалуйста, не учите. Вот неправде. И молиться Духу Святому, пожалуйста. Деве Марии, пожалуйста, не надо. Отцу, единому Творцу. Иисус учил. Отче нас. Отче наш. Когда апостолы просили молиться, он говорил. Отче наш. Других обращений не было. Шестое. Я верю полной веры, что всё сказанное пророками истинно. Аллилуйя. Пророками. Библия. Другой вопрос. Кто лжепророк? Надо обречься лжепророку. Я знаю, которые пророчествовали во мне лужу. Я уже не верить в люди, которые во мне говорили неправду. Я уже этим верить не могу. Седьмой. Я верю полной веры, что пророчество Моше нашего Учителя да покоится в мире. Я не знаю, что имела в виду Рамбан, покоится в мире. Верит он в загробную жизнь. Верил ли он в реинкарнацию. Но я вот это слово как бы с болью приняла. То есть я могу открыться перед людьми. То есть какая-то ложь в меня вселяется с болью. Вот. И поэтому я твёрдо утверждаю, что в седьмом принципе иудаизма мысль и покоится в мире. Возможно, где-то он воскрешён, Моисей. Он сейчас среди нас. Но не похоронен и не лежит где-то душа его с трупом. Или где он там? Нет той вечности, которая нам рассказывает. Я говорю о вечности на земле. Ещё раз повторяю. Седьмой. Звучит так. Я верю полной веры. Я читаю и у меня болит голова. Просто здесь что-то не так. Что пророчество... До сих пор было всё прекрасно. Пророчество Моше нашего Учителя да покоится в мире было истинным и что он вершина пророков, предшествующих ему и последующих за ним. Но это тоже ещё заблуждение в том, что он мог перевоплощаться и он тоже до того времени мог быть другим пророком. Ну, не знаю кем. Хотя он уже один из первых. Но у Бога было движение даже вплоть до того, что один из потомков Адама возьмётся на небо. Енох, так? Дальше продолжаем. Что-то здесь не так, конечно. Я понимаю, что это не так. И я не могу всего понять. Извините. Вот. Интересно, что само число 13 не случайно. По еврейской традиции это число свойств Всевышнего. Его 13 атрибутов милости. Этим постулатами рабам говорит еврей верит то, что Всевышний обладает определенными качественными. Качественными. Единый, единственный, всемогущий, вечный, всемилостивый, даровавший Тору и другие. Во многих переводах постулаты начинается словами «Я верю полной веры». Хотя в оригинале требуется не верить, а знать с доказательством, что показывает абсолютность и независимость положений от внешних условий. Восьмое. Потрясающе. То есть не верить, а знать с доказательством. Аминь. Да. Знать с доказательством. И Бог это творит. И сотворит. Восьмое. Восьмое. Вечный Бог. Аминь. Всемогущий. Даровавший Тору и другое. Не только Тору, конечно же. Как я вышла на эти 13 символы веры. Я поздню Бога, приближаюсь к Нему каждый день. Я искала у иудеев тех, кто не верит в Иисуса Христа. Не верит. Не принимает его, да? И был задан вопрос. Шалом. Вопрос касается пророчества Даниила о сроке прихода Машеха. Время, времена и полвремени. Как дословно, буквально переводится каждый из этих слов? Действительно ли времена написаны в так называемом двойственном числе? На ромейском, на иврите. А также, как тактуются упомянутые там числа? 1290 дней и 1335 дней. Дело в том, что в христианстве есть свой ответ основанный на откровении, где время, времена и полвремени равно 1260 дням. Что по их словам говорит о приходе их мессии? И это ответ весьма привлекательный и точный. Хотелось бы узнать точный и удовлетворительный еврейский ответ. Спасибо. Это так звучит вопрос. К Раву Натану Агресу. Он отвечает, он открывает для меня, что оказывается, были прокляты люди за то, что они пытались подсчитать. То есть вынесено было проклятие мудрецами Талмуда. По причине того, что они очень негативно относились к подобным вычислениям и настолько негативно, что они прокляли тех, кто занимается этим вычислением. Смотрите сцены Дрин 97-Б. Почему? Почему это было сделано? Ведь у Даниила было сказано, что пока временно не надо об этом спрашивать. Ещё не наступил срок. Но нельзя говорить, что вообще никто. Потому что 9 стих 12 главы Даниила говорит. И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Но я сегодня молилась, молилась перед этим разрушать проклятие. Да, я не знала даже, что я разрушаю. Потом Бог посадил, хотя может мне пойти и разрушить это проклятие, что не даёт время узнать нам. А Бог говорит, якобы я уже сегодня разрушилась. Разрушил. Хорошо, я разрушила. И что мне Бог открывает? Потрясающе! Я о чём говорю? Я говорю о справедливости, о жизни на земле. Поэтому вот эти числа 1290, то есть 1290, 1335, то есть 1335 и 1260, у христиан, да, 1260. Что это? Дни это, года это, а может это часы? Подумала я сегодня, после разрушения, после этого откровения, после как я начала читать. О чём Бог заботится? О жизни на земле. О бедных, да. Приходите ко мне все труждающие, все обременённые. Я утешу вас. Я сегодня очень не огорчена, потому что родственничек моей знакомой, которая нуждается и сдаёт макулатуру, сейчас потеряла работу. Он отдыхает в Египте двоюродный братик. Знаете, пусть Бог благословляет Толика, но печалью обливается сердце мое, потому что ну кто позаботится о родных? Она плачет, говорит, мой отец умер в 60 лет, он помогал строить дом. Может надорвался? Извините, на стройке можно надорваться. Мой дядя тоже умер после пенсии с инфарктом, пошёл сидеть ночью охранять. Он тоже умер в 63 год. Мужики, они же понимаете? Ну наши нищие ещё в стране, конечно, нищета была. Инфляция сильнейшая. Конечно, конечно, это страшно, что кто-то наживается, кто-то обогащается наверху там, да. Обогащается. Совесть надо иметь. Если люди рядом, нищие, нищие, квартиру могут потерять, за квартиру не платится. Может, она что-то не так сделала, может, не правильно. Ну нельзя же её тогда проклинать ещё. Понимаете? Может, я что-то не понимаю. Но я знаю, что Бог, да, да, Бог спас эту женщину, она чуть не умирала. Ну многие же умерли от ковида. Она осталась жить, у неё полностью были поражены лёгкие, она свидетельствует, что это Б. И Бог её спас. Для чего? Будут проблемы, будет сокращение, будут увольнения, будут люди терять работу, мы должны защищать. Если честно, наша страна внищала во войне. Цены взлетели вверх. Путин там манипулирует, да, боятся сейчас цены на газ. Конечно. Ну так можно хоть накормить кого-то рядом? Хоть на еду дайте, если вы в Египте отдыхаете. А может, всё-таки посидеть год дома? Так вот, что мне открывается. Люди тяжело работают и хотят работать. От жадности, от скупости, от нищеты, от того, что они мечтают о каких-то дорогих вещах. Ну, работают и готовы работать, ехать за границу по двенадцать часов. Знаешь, у нас инсульт был у женщины, которая в Мексику поехала на заработки. По двенадцать часов люди вкалывают. Вот, звучит. Двенадцать девяносто, тысяча двести девяносто. Что такое двенадцать? Некоторые устраивают двенадцать часовой рабочий день. Не так выгодно эксплуатируют людей, понимаешь? Может, некогда там выгодно. Мой брат поехал в Польшу, тоже был недоволен, что у него всего лишь там десять часов, или сколько там было рабочий день. Он хотел бы больше работать. Некоторые хотят по субботам, по воскресеньям, заработать денег, понимаешь, и поехать домой отдыхать. Ну, такие желания у людей. Люди не познали вечность. Люди хотят что? Люди хотят... Там где-то будет вечность, там будет хорошо. Нам же обещают. Нам же рассказывают сказки. Мы там встретимся, моя сестра тоже рассказывает, мы там встретимся. Тетя Ира, вы маму увидите. Тетя Ира ходит по своей квартире в душа и говорит, а где мама меня спрашивает? Да, это было. Я не вру. Не надо сказок рассказывать. Люди почему возвращаются на землю? Сколько свидетельств в Ютубе о том, что они куда-то попадали и возвращаются. Чего они возвращаются на землю? Чего же они там не отдыхают уже после смерти? Если там так хорошо, если вам такая вечность приготовлена. Будем эксплуатировать людей? По 12 часов. Хорошо, тогда давайте отдыхом организовывать. Отдыхать надо. Да? Тогда давайте. Перерывы достаточно. Какие перерывы? 13-35, 12-60, 12-90. Я думаю, что тут цифры такие. 12-60 это 3 часа, это 13 часов. 12 часов плюс 60 минут это 13. 12 часов плюс 90 минут это пол второго. 13 часов плюс 35. Это 13-35, еще пять минут. Вот такая должна быть. Перерывы украинским языком. Такой перерыв должен быть. 35 минут. Один. Не делите на часть, а один. Хотя бы. Чтоб человек нормально перекусил, не подорвал свое здоровье, не глотал кусками еду. И 5 минут на молитву. Вот так организовываем отдых для людей, чтобы жить вечно. Кто хочет сработать по 12 часов. Дочитаем 13 принципов едуизма. Восьмой. Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, это то, что было для нас Машей Робейн. Да покоится он в мире. Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена, не будет другой Торы, а Творца, чье имя благословено. Ну, извините, я обратилась в Корону. Там как бы дополнение к Торе. Я уже говорила о четырех птичках и о вскрышении мертвых. Десять. Я верю полной верой, что Творец, чье имя благословено, знает все дела людей и все их мысли, как сказано, создающие все их сердца, понимает все их дела. Нет, Бог не понимает всех их дела, поверьте мне. Бог не понимает некоторых дел и не может их понять. Он не может объяснить насилие. Он не может объяснить жадности. Он не может понять, когда люди не сочувствуют. Он этого понять не может. Он не может. Он не может понять, когда тебе нужны огромные деньги. Ты кидаешь 50 гривен человеку и думаешь, что ты его накормил. Он этого понять не может. Я верю полной веры, что Творец, чье имя благословено, воздаёт добром соблюдающим его заповеди и наказывает нарушающих его заповеди. Я верю полной веры в приход машин. Несмотря на то, что он задерживается, я всё же каждый день буду ждать, что он придёт. Об этом надо поговорить конкретно. Потому что все ждут во мгновение ока. Чтобы так раз и вырвать вас с этого ада, где над вами издеваются. Но мы забываем быстро, что мы над кем-то издеваемся. Своим равнодушием тоже издеваемся. Потому что мы не слепые. Мы видим беду. Мы видим горе, но мы закрываем глаза. Бог пришёл. Видите? Он пришёл в Живом Слове. Это Иисус. Отец оценил Слово Своё выше имени Своего. Иисус это Спаситель Творца, Творец. Понимаете? Он Сына назвал Иисусом, но вообще-то Спаситель Творец. Понимаете? Творцу поклонитесь. Почему я цитирую сейчас именно 13 принципов иудаизма? Почему я не цитирую никейский символ веры, апостольский символ веры? Почему? Потому что Творцу поклонитесь. Да, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но еврейский народ – это избранный Божий народ. Он уже знает Творца. У него есть уже Тора. Иисус дан для язычников, чтобы распространилась его Англия. Так что не судите там иудеев, там сильно я уже говорил, что они изучают Торы. Они уже знают благодать. Они знают, что такое долготерпение. Они понимают это, что не может человек соблюсти закон. И у них много мудрости. Бог плачет. Бог плачет, потому что информация сложная. Да. От того, что есть реинкарнация, всё намного, сильно, очень сильно усложняется. И поэтому есть тринадцатый стих, который… тринадцатый символ веры или тринадцатый принцип эдоизма, который христианство не приветствуется, потому что… Как бы символ Иуды, хотя он был двенадцатый апостолом. Тогда Иисус тринадцатый, кстати, получается. Кто-то тринадцатый. Бог всему общий. «Я верю полной веры, что будет оживление умерших в то время, когда будет на то воля Творца, чье имя благословено, и память его вознесётся навсегда и навеки веков». Тринадцатый символ веры. Тринадцатый принцип иудаизма говорит о воскрешении мёртвых. И не читала я символа веры, но апостолского символа веры там тоже есть откровение о воскрешении. Там тоже последний постулат о воскрешении мёртвых. На этом сходится вера. Единого Бога Творца неба и земли. Будьте благословены.